Используя правила равновесия рычага, можно объяснить действие еще одного простого механизма блока. Блок представляет собой колесо с желобом, которое может вращаться относительно оси в точке O. По желобу пропускается трос. Такой блок называют неподвижным, так как его ось не поднимается и не опускается. Неподвижный блок можно рассматривать как рычаг, плечи которого равны. OA равно OB. В соответствии с правилом равновесия рычага, силы приложенные к блоку также равны, то есть F равно P. Следовательно, такой механизм не дает выигрыша в силе. Он применяется для удобства, поскольку человеку проще выбирать трос блока, прикладывая усилие направленное вниз, чем поднимать груз вверх. Чтобы получить выигрыш в силе используют подвижный блок. Ось подвижного блока поднимается или опускается вместе с грузом, который прикреплен к самому блоку. Подвижный блок также можно представить в виде рычага, которому приложены две силы P и F. Точкой, относительно которой будет вращаться рычаг, в этом случае является точка A. Плечи сил соответственно равны AO и AB. Так как плечо OA в два раза меньше плеча AB, то сила P в два раза больше силы F. Иначе говоря, подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза. Рыбышный блок